На телеканале Юганск время новостей. Здравствуйте! В студии Дарья Лунькова и в начале коротко о главном в этом выпуске. Пожар на автозаправке. Трагедии удалось избежать. Рабочий визит. Нефтьюганск посетила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. Подвижные игры, съедобный мастер-класс и море веселья. На территории лыжной базы состоялся большой детский праздник. Сегодня произошло возгорание на АЗС, находящийся около 14 микрорайона. Обычная заправка грузовика могла закончиться трагично, но службы быстрого реагирования отработали слаженно и оперативно. Пожар был локализован в считанные минуты. На видеозаписи видно, как мужчина передаёт напарникам заправочный пистолет, но никто не берёт его. Тогда шланг остаётся лежать на автомобиле. Заметив подачу топлива, мужчина пытается вытащить пистолет. Напарник его опережает, но уже поздно. В следующую секунду происходит вспышка. Сначала тушить пытаются сами, но огонь быстро охватывает кабину автомобиля. О возгорании КАМАЗа в пожарную охрану сообщили в 8 часов 38 минут. Первое подразделение прибыло через 5 минут. В тушении приняли участие три автоцистерны и 12 человек личного состава. Из-за угрозы взрыва горюче смазочных материалов тушили пенными стволами. Локализовать огонь удалось за 5 минут. Кроме самой машины повреждены вторая, третья и четвёртая колонки и металлический навес в 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину же самого пожара устанавливают дознаватели. Нефтьюганск посетил уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стрибкова. Её задача – проверить, как в нашем городе соблюдаются законные права и интересы жителей. Какие проблемы нефтьюганцы озвучили югорскому омбудсмену и что не так с памятником погибшим спортсменам, узнаете из следующего материала. Одним из первых уполномоченного по правам человека встретил местный комплексный центр социального обслуживания. Там Наталья Стрибкова оценила качество предоставляемых услуг и пообщалась с посетителями учреждения. Пользуясь такой возможностью нефтьюганцы поделились своими проблемами. Например, у старшего поколения возникают трудности с записью в поликлинику к узким специалистам. Обращение пенсионеров взяли на контроль. «Когда приняла, сказала, сегодня я вас без записи приняла, а в следующий раз без записи ко мне не приходите. И после того я записаться не могу». В целом, по словам уполномоченного, проблемы, которые озвучивают жители региона, схожи. «Не отличаются, пожалуй, жалобы нефтьюганцев от других, поскольку вопросы жилищных прав самые главные у всех жителей Югры и всех жителей нашей страны, поскольку это самый главный, наверное, для многих семей проблемный вопрос. В нефтьюганске он обоснованно проблемный, потому что очень много было ветхого и сохраняется число аварийного жилья, которое необходимо расселить». Также Наталья Стрибкова оценила уровень оснащения центра. Сотрудники продемонстрировали принцип работы гусеничного ступенькохода. По задумке, это приспособление должно упростить спуск и подъем инвалида колясочника по лестнице. Однако, на практике справиться с таким аппаратом не так уж и просто. Нужны специальные навыки. «Мы как раз обсуждали, что мы можем ступенькоходами, но только, я теперь убеждена, не такого качества, а более функциональные, закупить на ваше учреждение. И вы бы могли эту услугу по типу, как социальное такси, оказывать данную услугу для инвалида колясочника, который находится дома, но его жилое помещение невозможно приспособить, чтобы у вас был какой-то штат, который бы оказывал эту помощь». Помимо этого, в ходе своей рабочей поездки в Нефтьюганск Наталья Стрибкова встретилась с родителями погибших в 2016 году акробатов. Они недовольны качеством исполнения памятной стеллы. Не так давно на ее задней стенке появилась дополнительная композиция. Обещания скульпторов не совпали с реальностью. «Мы же понимаем все, что такое объем на плоскости. Получается плоская на плоском. Что за безобразные это голуби?» «Задняя стенка, которую сделали на сегодняшний день, она будет переделана, потому что это сделан как временный вариант, пробный вариант, что материал там будет другой». «В течение июня художник будет прорисовывать новый рисунок». В завершении своей рабочей поездки Наталья Стрибкова провела личный прием граждан. Стоит отметить, что подобные визиты уполномоченного по правам человека в города Югры регулярные. В свой следующий визит Наталья Стрибкова запланировала посетить местные медицинские учреждения. Дарья Лунькова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Большой праздник, посвященный Дню защиты детей, провели в эти выходные на территории лыжной базы. Всех, кто не испугался плохой погоды, ждали подвижные игры, аниматоры и хорошее настроение. Поиграть в лазертак, прокатиться верхом и потанцевать с миньонами – все это могли попробовать юные жители Нефтьюганска и их родители. «Дорогие ребята, желаю вам крепкого здоровья, мирного неба головой, ну и теплого-теплого лета, несмотря на такую хорошую свежую погоду. С праздником вас!» Насыщенная программа – именно то, что нужно, чтобы даже в самый холодный день гостям праздника было тепло и уютно. В течение двух часов ребята могли попробовать свои силы на трех площадках и зарядиться хорошим настроением. «В Этнодеревне проходят мастер-классы для детей, студия «Карамелия» развлекает у одеток-аниматоры, подвижные игры с волонтерами «Молодой гвардии Единой России» и Центром молодежных инициатив. Для всех желающих юных жителей города Нефтьюганска данное празднование проходит. Хоть и на улице пасмурно, но эти яркие маленькие лучики заряжают хорошим позитивным настроением. Одним из первых подготовленных сюрпризов стал съедобный мастер-класс. На территории кафе «Сибирский двор» герои праздника смогли примерить на себя роль поварят и приготовить вкусный фруктовый салат. «Как правильно нарезать, как оформлять и как подавать, чтобы это было не только вкусно, но и красиво. Мы предложили апельсины, бананы, виноград – это салат, чтобы это было красиво, больше, чтобы они раскрыли свое творчество». Для Данилы это не первый кулинарный опыт. Он регулярно помогает маме при готовке и хочет научиться делать некоторые блюда сам. А получившимся салатом угостит членов своей семьи. «Ингриенты? Ну, в основном я хочу давать банан, киви и кубнику. Вообще, обычно я не часто готовлю, но маме помогают с мясом, лук порезать или чеснок почистить». Покататься на лошади – еще одно доступное на этом празднике удовольствие. По словам Елены, современные ребята тянутся к этим животным. Погладить нос, угостить чем-нибудь и прокатиться верхом. От такого никто не отказывается. «Мы сегодня вместе со своими подопечными в рамках празднования Дня защиты детей выехали вместе со своими лошадками покатать ребятишек. Детям очень интересно, весело. Они тянутся к животным, они хотят общаться с животными». Также ребят порадовали интересным песенно-хореографическим концертом. На протяжении всех двух часов ребята смогли потанцевать с аниматорами и посмотреть на выступления героев популярной серии мультфильмов – «Миньонов». «Сегодня мы просто зажигаем. Сегодня у нас было представление «Миньоны». То есть банана, папой, папой, банана. Вот такая вот зажигательная просто была программа. Блин, мне так нравится приносить радость детям, вы просто не представляете. Дети обожают аниматоров, особенно «Миньонов», потому что они яркие, они прям желтые, солнечные. Особенно сегодня в погоде у нас такое плохое. Им не хватает этого солнышка». Юлия и Ангелина пришли на праздник вместе с друзьями. В основном поиграть в лазертак, попробовать свои силы в меткости, незаметности и скорости. Но не отказались от других развлечений. Благодаря высокому уровню подвижности холод для ребят был незаметен. «Меня позвали друзья, тебе сказали, давай с нами сходишь, там интересно будет». «Я успела поучаствовать в лазертаке, там интересно было, очень классно. Мы играли, бегали. Самое прикольное было то, что можно было посоревноваться с друзьями, например, проверить, кто круче, кто семья». «Погреться можно, когда очень холодно, то да, можно было идти. А сейчас погреться можно, можно побегать, так что все в порядке пока что». Чтобы гости праздника не замерзли, им предлагали горячий чай. А для восстановления сил после активного отдыха прекрасно подошли плов, шашлык и выпечка. После чего дети снова возвращались к играм. Екатерина Балакина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На территории причала Юганской АБИ состоялась выставка образцов аварийно-спасательной техники. Ее приурочили к 90-летию образования гражданской обороны. О том, как все было, расскажем далее. Зайти в люльку автоколенчатого подъемника, посидеть в кабине машины, предназначенной для тушения пожара любой сложности, и лично познакомиться с сотрудником МЧС. Все это для нефтьюганцев становится возможным уже в течение нескольких лет. Особый интерес к таким выставкам, конечно же, у детей. «Им интересно, конечно, что находится внутри автомобиля. Когда мы к ним приходим, им интересно посмотреть, померить боевую одежду пожарного, сфотографироваться в каске пожарного». Особо любознательные могли подробнее узнать о внутреннем строении специализированной техники, о ее мощности и возможностях. Также действующие спасатели рассказали нефтьюганцам о своих рабочих буднях и профессиональных приметах. «Только маяки протирать нельзя. Ну, у нас это такое поверье, что это обязательно к вызову, если маяки протереть. С установки, с керхера смываются, а именно тряпкой тереть нельзя, не завидено так». Впервые сели за руль такой большой техники и большинство уже взрослых нефтьюганцев. Кто-то даже исполнил свою детскую мечту. Восторг и огромный поток эмоций не испортил даже холодный ветер. «Не знаю, вообще удивило вообще всё. Вообще здорово, просто восторг от этой техники. Классно, хотелось бы прокатиться. Не разрешается». Ну а самым ярким моментом выставки стали показательные выступления пожарных. Спасатели продемонстрировали тушение условного возгорания. «Вот там, смотрите, как там тушат». «Смотри, да!» «Дарья Лунькова, Евгений Трефилов, телерадио компания «Юганск». Утвердили логотип и приняли новых участников. Накануне в администрации состоялось заседание молодёжного парламента, где были награждены победители политической кухни 3.0, а также прошло обсуждение масштабного празднования Дня молодёжи». В финал третьего сезона политической кухни вышли 13 нефтьюганцев. Защитили свои проекты, а после с помощью зрительского голосования были определены победители, которые без конкурсного отбора смогли войти в молодёжный парламент. «Да, участвую впервые. Не ожидала, что выйду в число победителей, потому что мы все командно так шли на проекте. Поэтому была очень удивлена, что вышла в победителе». Важным для парламентариев стал вопрос об утверждении нового логотипа, который не только бы отражал их деятельность, но и был связан с историей нефтьюганска. «Что мы сделали? Мы посмотрели крутые факты о нефтьюганске. Крутые, на наш взгляд, естественно, субъективные. Но я вам расскажу, я вас сами оцените, крутые, не крутые. Значит, первое – это кузница управленческих кадров. Второе – это самая плотно населённая по нефтяным месторождением территория. Третье – это единственный город на островной территории. Четвёртое – это столица территории Сибирского кедра». За принятие нового логотипа, который станет эмблемой и визитной карточкой молодёжного парламента, все проголосовали единогласно. Несколько человек покинули ряды парламентариев и появились три вакантных места. Ряды будущих политиков пополнили нефтяник и предприниматель. На заседании также обсудили, как будут отмечать свой главный праздник – День молодёжи, который состоится уже 25 июня. «День молодёжи» будет таким большим городским событием. Он будет проходить на разных площадках. Это будет текучка в течение всего дня. То есть одно мероприятие будет переходить в другое, в различные площадки. Это будут и соревнования по пейнтболу, это будет велопробег, это будет киберспортивная история. Для участия в празднике пригласили также сургутских тренеров по трюковому самокату, скейтборду и лонгборду. Они покажут мастер-классы на скейт-площадке в 16 микрорайоне. Ещё в этот день будут награждены активисты «Нефтьюганска», а вечером состоится концертная программа. Алина Морозова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганские школьники вернулись с фестиваля детства и юности «Большая перемена». Самая масштабная часть проходила на ВДНХ в Москве в День защиты детей. На фестивале было представлено множество площадок для творчества и знаний, а также выступления известных российских артистов. Ребята поделились своими впечатлениями с нашим корреспондентом. Тимофей является участником конкурса «Большая перемена» уже второй год. Благодаря этому он смог определиться с выбором будущей профессии – государственное и муниципальное управление. Юноша уверен в том, что всё получится, ведь на протяжении прошлого года он был заместителем регионального координатора «Югры» в «Большой перемене». Организаторы уверяют, что это поможет в будущем при трудоустройстве. 1 июня Тимофей второй раз смог стать участником масштабного фестиваля. Я посещаю данное мероприятие уже второй год. То есть могу сказать, что определенно уровень вырос с прошлого года, так как в прошлом году проводился на фестиваль в парке Горького. Сейчас на ВДНХ, конечно, площадь больше, больше лекториев, больше новой информации, больше возможностей, больше подарочков. В основном там проходили дискуссии с главами таких компаний, как «Росатом», «Сбербанк», «РЖД» и так далее. Алена также стала участником фестиваля во второй раз. За три года участия в конкурсе девушка тоже нашла свой путь. А именно ей стал интересен дизайн. На мероприятии, проходившем 1 июня, она посетила интересные для себя лектории, побывала на концерте с живым исполнением наших артистов и, самое главное, приняла участие в Большом шествии. Ну а самой главной изюминкой фестиваля стало шествие региональных команд, в которые мы приняли участие. А в шествии подразумевался парад региональных команд, где они могли представить свой регион. Мы были в футболочках «Югра тебе идет», также у нас был плакат и флаги. Но у других регионов были национальные костюмы, какая-то их символика, и все это смотрелось очень массово и очень круто. В этом году количество зарегистрировавшихся участников достигло 19 тысяч. Среди них от нашего города 7 человек, а от округа в целом 15 школьников. Регистрация на конкурс «Большая перемена» уже началась, а значит, самое время принять участие и показать себя. Олеся Белова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok